Некачественный товар, несвоевременная услуга. Если вас как покупателя обидели, дорога вам в Роспотребнадзор. Территориальный отдел ведомства ко Всемирному дню защиты прав потребителей распахнул свои двери для студентов. К ознакомительной экскурсии по кабинетам и лабораториям присоединилась и Елена Тимофеева. На экскурсию в Роспотребнадзор студентов позвали не простых, а будущих коллег по цеху. Ребята постигают азы профессии товароведа-эксперта. Самое интересное в знакомстве с процессом защиты потребительских прав – санитарно-гигиеническая лаборатория. В этих кабинетах определяют, есть ли метанол в алкогольной продукции, пестициды в пищевых продуктах и различные вредные примеси в воздухе. Бенспирен – это очень актуально для города Монтогорска. У нас очень сложная ситуация по загрязнению бенспиреном. И в почве, и в воздухе, и в пище существует методика определения. Один из немногих научно доказанных химических канцерогенов. Специально для студентов – простой опыт на определение жесткости воды. Колбы, пробирки и химические реакции эти ребята видят не впервые. В учебном плане многопрофильного колледжа 80 часов лабораторных занятий в семестр. Однако в настоящей лаборатории наблюдать химические реакции оказалось гораздо интереснее. Я думала, что не так глобально все контролируется, и увидеть все своими глазами мне гораздо интереснее. За прошедший год в стенах этой лаборатории провели 47 тысяч исследований под прицелом специалистов – вода, пищевые продукты, воздух и почва. Эти аппараты ищут в различных веществах примеси металлов. В воде чаще всего у нас марганец находится, но в концентрациях, которые превышают люди недопустимые. В почве, конечно, находки они почаще, то есть там может быть и марганец, и цинк, и никель. Попасть на экскурсию в эту лабораторию не так-то просто. По внутреннему распорядку посторонних здесь быть не должно. Но для студентов уже третий год, подряд делается исключение. После знакомства с особенностями работы учреждения, каждому студенту предложат заполнить вот такую анкету с вопросами на знание их потребительских прав. На 14 вопросов студенты отвечают за 10 минут. Поскольку темой нынешнего дня защиты прав потребителей являются покупки через интернет, вопросы анкеты касаются законодательства в этой сфере. Результаты тестирования специалистов Роспотребнадзора обрадовали. 70% опрошенной молодежи знает свои потребительские права, тогда как у более старшего поколения этот показатель составил всего 55%. Елена Тимофеева, Олег Карпенко, телекомпания ТВИН.